Крупный план Это контроль работ, контроль расходования материалов, соблюдение техники безопасности и так далее. Все это как раз и входит в понятие технический заказчик. Да, понятие технический заказчик это достаточно большое понятие, состоящее из многих блоков. Первый блок это идея клиента, заказчика, что он хочет построить, реконструировать, либо провести капитальный ремонт. В этом блоке мы, соответственно, все обсуждаем, рисуем, делаем какие-то макеты. Визуализируем непосредственно. То есть понять, что вообще человек хочет, наш клиент. Дальше уже второй блок. Это непосредственно идет блок согласований. То есть мы понимаем, что на данном земельном участке мы можем построить тот, а тот. Такими-то параметрами здания. Дальше третий блок это проектирование. Тоже большой достаточный блок, на котором прорисовываются все детали, проектные решения, проходится экспертиза, если потребуется, государственная, негосударственная. Получаем смертную стоимость, объекты уже уточненную, на сумму которой будет инвестор ориентироваться. Все это в связке делается с заказчиком. Конечно. Это все полная связка с клиентом, с его представителями. То есть именно идет воплощение того, что он хочет. В проектной документации мы уже полностью прорисовываем все планировки, все конструктивы. Все, в общем, то, что непосредственно связано с клиентом, с его желанием и с нормами и законодательством Российской Федерации в области градостроения. Дальше блок уже, очень большой блок идет как раз воплощение строительного проекта, в котором выбираются подрядчики. Подрядчиков может быть очень много, например. Такие стройки большие, например, как Мородыковский, уничтожение химического оружия. То есть там один генеральный подрядчик, у которого может 50 быть субподрядчиков, которые выполняют определенный вид работы. Каждый отвечает за свой фронт. Да, каждый отвечает за свой фронт. Генподрядчик за ними всеми, так скажем, наблюдает, оплачивает им деньги. Но вот за этой всей оравой, можно сказать, по-русски говоря, компании, необходимо вести четкий контроль. А что же субподрядчики выполняют? Потому что генподрядчик не всегда заинтересован в том, чтобы, так скажем, качественно выполнить, либо объемы те закрыть, которые фактически выполнены. У генподрядчика основная задача – освоить выделяемые инвестиции, сдать объект. А наша задача, как техзаказчика и вот этого блока строительного контроля, заключается в том, чтобы мы, как глаза и уши нашего инвестора, нашего клиента, мы следили, первое, какие материалы поставляются на объект. Даже очень часто… Их количество, их качество. Из нашего опыта, да, очень часто идет замена, подмена материалов, да, в смете более дорогие, по факту привозят более дешевое качество материалов, дальше их объем этих материалов, да, то есть, когда заливается фундамент, расчет идет, предположим, 100 кубических метров бетона, по факту смете начинают закрывать там 150. Наша задача – выявить реальность. То есть, мы всегда понимаем, что 150 кубов бетона можно залить, даже просто расширив опалубку на 2-3 см, и, соответственно, кубатура будет увеличиваться. То есть, вот как раз вот перед тем, как все это залить, стройконтроль должен прийти, посмотреть, ту ли арматуру заложили, те ли высоты, те ли параметры, геометрические фундаменты, да, уложена ли песчаная подушка, утрамбована ли, получены ли все документы, сертификаты на материалы, которые здесь вот применены, и после этого инженер строительного контроля может дать отмашку, давайте будем заливать фундамент. Дальше уже соблюдение именно вот этой технологии, да, то есть, если мы, опять же, возьмем, к примеру, бетонный фундамент, то одно дело его залить, да, а другое дело за ним провести уход, так называемый уход за бетоном, чтобы он отвердел в определенных условиях, да, то есть, если это, предположим, зимний период, обязательно прогрев, обязательно введение специальных журналов, да, которые должны быть в настройке, обязательно, условия должны быть соблюдаться, не дай бог, какие-то там бывают нештатные ситуации, оперативное реагирование с отметкой также в журналах и так далее, да. Инженер строительного контроля, понимаете, он, настройки его, по большому счету, недолюбливают, то есть, он, ну, докапывается, да. Ну, потому что дергает, ходит, да, докапывается, то есть, его задача именно соблюсти проектное решение, если проектное решение не может быть выполнено в данном конкретном случае, то, соответственно, связаться с заказчиком, связаться с проектировщиками и принять решение, что с этим делать, какие-то изменения внести, какие-то доработки, пересогласования и так далее. После того, как все это залито, проконтролировали все, что там затвердело, как положено, после этого уже инженер дает команду о том, что, да, дальнейшее возведение стен возможно. При этом идет полная проверка исполнительной документации. У нас очень часто подрядчики, генеральный подрядчик, субподрядчики, субсубподрядчики, даже не знают, что такое исполнительная документация в строительстве, когда начинаешь с них требовать там акт на скрытые работы, сертификат, специальный журнал. Чтобы каждый шаг был задокументирован. Конечно, это же история возведения здания, да, то есть, это не просто так собирается, вот вы с нас там требуете какие-то бумажки, кому они нужны. Да, на самом деле, они нужны всем, в том числе и саму субподрядчику в случае какой-то нештатной ситуации или гарантийного обращения. Будет понятно, а выполнялись ли эти работы, да, в каком составе они выполнялись, какие материалы использовались. И в дальнейшем можно будет даже исключить вот эти вот псевдосудебные тяжбы, как я их называю, да, которые вот непонятно из-за чего начинаются, да, а начинаются они как раз из-за того, что отсутствует документация, отсутствует тотальный контроль тех работ, которые производятся на стройке. И наша компания как раз вот нашему клиенту гарантирует то, что мы отнесемся к нашему строительному проекту в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Будем полностью контролировать, полностью проверять сметную документацию по факту, то, что нам предоставляют, да, акты из скрытых работ подписывать, ответственные конструкции, там много еще другой исполнительной документации. И вот этот весь пакет документации, это наша гарантия, что мы свои функции выполнили качественно. Потому что если, не дай бог, что-то происходит на стройке, выплывают какие-то, скажем, косяки, то в первую очередь пойдут в нашу компанию. Вы контролировали, вы обеспечивали надзор, будьте добры разобраться, что произошло. И тогда мы уже начинаем здесь полностью погружаться, выявлять причины. Согласованность действий между подрядными организациями, когда их много на объекте работает, это тоже ваша задача? Ну, предположим, вот одна бригада там заканчивает такую-то разновидность работ, чтобы не простаивало, чтобы следующая там... Да, это логистика строительства. То есть, если есть на объекте, на строительстве генеральный подрядчик, то он организовывает как раз эти совещания, организовывает этапы строительства, организовывает логистику. И в этом совещании в обязательном порядке участвует технический заказчик. В обязательном порядке. Либо строительный контроль, если это отдельно строительный контроль, выявлена услуга. Без подтверждения строительного контроля о том, что приняты работы, дальнейшие работы не выполняются. Ну, как правило, это чтенько нарушается требование, но тем не менее мы извещаем, требуем и контролируем. Вот если же генерального подрядчика нет, то техзаказчик, по большому счету, он выступает этим генеральным подрядчиком. Получается так, да. Да, он как раз начинает всех подрядчиков координировать, следить, давать указания, давать планы выполнения и так далее, и так далее. То есть именно вот здесь вот техзаказчик, он нагружает на себя функции генерального подрядчика и, соответственно, выполняет их в полном объеме. По технике безопасности тут какие особенности? Прямо вот инженер, присутствующий на стройке, следит, что там, когда работа особенно с механизмами безопасно осуществлялась, да? Да. Там вплоть до того, чтобы рабочие были нормально одеты. Стройка – это объект повышенной опасности. Инженер строительного контроля, на него тоже возложена ответственность соблюдения техники безопасности субподрядчиками, подрядчиками, генподрядчиками и так далее. Если инженер строительного контроля видит, что рабочие выходят без защитной амуниции, без касок, без всего, он обязан выставить предписание, не допускать таких рабочих на стройку. Если они не используют какие-то, предположим, страховочные пояса там, да, на высоте, тоже обязан увидеть, снять этого рабочего до тех пор, пока не будет устранено замечание. Если подумать, то вот инженеры, в зависимости от стройки, там, бывает один, два, там, пять, семь инженеров, в зависимости от объема стройки, да, это, по сути, колоссальная ответственность. Он несет ответственность за всю стройку. Сам инженер и компания, в которой он работает. То есть, вот техзаказчик, все говорят, ну, мол, зачем он мне нужен, это лишние деньги тратить. Поверьте, что ту работу, которую он выполняет, даже просто проверив смету, в итоге услуга техзаказчика может стать для клиента бесплатной. Просто на этапе проверки сметной документации. Чем меньше гарантийных обязательств вылезет, да, тем меньше потерь будет у клиента, у заказчика. То есть, тоже экономия денег. Ну, остается лишь только посоветовать вашим потенциальным клиентам непосредственно обратиться, да, в Кировскую экспертно-строительную организацию. Да, мы находимся, город Киров, улица Московская, 107Б, второй этаж, наш телефон 219-900, мы работаем по всей России, не только по Кировской области. Благодарю руководителя Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов.